Привет всем! Это дядя Жора, Украинский Камеди, Камеди Клаб Украина. С удовольствием сегодня с вами пообщаемся. Ну и собственно пришел не с пустыми руками, а с новостью, с анонсом в преддверии нашего концерта, большого концерта, который состоится в Большом Зале на сцене Октябрьского Дворца Большой Украинский Камеди 21 ноября в 19.00. Вот собственно вокруг возрождения Украинского Камеди и хотелось бы поговорить сегодня. Ну и в принципе с удовольствием отвечу на все другие вопросы от вас, которые вас интересуют. Ну а так, чтобы было интересно, то в принципе в конце нашей беседы лучший вопрос или лучший анекдот, присланный от вас, я озвучу его тоже, будет награжден специальным призом от меня. Это пригласительные на завтрашний концерт на Большой Украинской Камеди. Та-дам! Ну в принципе ничего не мешает нам начать, поэтому давайте начнем, с удовольствием начну отвечать на ваши вопросы. Итак, вопрос номер один. Как можно попасть к вам на шоу в качестве артиста? У нас на шоу завтра будет очень много артистов. Причем 90% это комики, как известные представители Камеди Клаб Украина, представители уже других популярных юмористических проектов, ну а также новые комики, которые попали к нам в результате отбора, кастинга. То есть все желающие попасть на концерт Украинского Камеди имеют такую возможность. Написав нам, встретиться с нами и в принципе, если вы желаете, у вас есть хороший номер и он проходит кастинг, то в следующем концерте можете быть и вы. Так как концерты у нас регулярные, один раз в месяц мы делаем сейчас концерт Украинского Камеди. Вот, помимо комиков будут также и артисты, поэтому если вы еще и поете, танцуете, тоже имейте возможность попасть на наш концерт, потому что мы не ограничиваемся жанрами, мы делаем концерты разнообразными, так чтобы в них присутствовали разные жанры. И юмор, и музыка, делаем такой некий коктейль, так чтобы зрителю было интересно и разнообразно. Так, вопрос номер два. Какое у вас хобби, помимо юмора? Ну, в принципе, да, основное мое хобби это все-таки юмор, но можно уже даже сказать, что это не хобби, а работа, профессия, образ жизни. Но есть, конечно, еще и другие вещи, которыми я люблю заниматься в свободное от юмора время. Это музыка, это отдых на природе, телевизор. Когда есть возможность, то с радостью полежать и полистать пультик и разные каналы и посмотреть, что интересного появилось в эфире. Расскажите анекдот от дяди Жоры. Любимая моя тема, потому что я люблю собирать анекдоты, ну и, собственно, рассказывать их в хорошей компании. И вот как раз завтра на нашем концерте в Октябрьском дворце на Большом Украинском комедии мы будем рассказывать много анекдотов. Также будет и рубрика, где зрители смогут рассказать анекдоты и получить за это хороший приз. У вас тоже есть такая возможность сейчас, поэтому если вы пришлете хороший анекдот, я его с удовольствием зачитаю. Если он будет действительно хороший, то есть возможность еще заработать и пригласительный на завтрашний концерт украинского комедии. Вот, ну а анекдот лучше рассказывать вживую, поэтому, я так думаю, лучше завтра вам прийти на концерт и вы увидите много анекдотов. Так, идем дальше. Здравствуйте. Как пришла идея такого концерта и будет ли стендап? В принципе, идея пришла очень просто. С 1 апреля мы презентовали новый проект, новый украинский комедий. Я взял на себя такую обязанность, миссию возродить хорошие традиции жанра стендап комедии в Украине. Потому что я считаю, что в Украине должен быть свой комедий, свой проект. Тем более, есть хорошая история развития. Если мы возьмем проект комедий-клуб Украина, который существовал, причем ярко и успешно существовал несколько лет назад. Потом, к сожалению, получилось так, что он на несколько лет пропал. И вот сейчас мы пытаемся сделать уже свой украинский комедий. И с апреля, презентовавший этот проект, успешно его на данный момент развиваем. Пока у нас уже было 5 концертов. Они проходили в концерт-холлах, в Нивки-холл, в Карибиан-клаб. Ну и, собственно, все проходили с аншлагами. Летом был эксперимент летнего фестиваля украинского комедий. Мы сделали концерт на крыше одного из летних клубов, в Сити-бич-клаб. Получилось довольно-таки неплохо. Я бы сказал, отлично. Поэтому, я так думаю, мы дальше будем тоже экспериментировать. И вот сейчас завтрашний концерт. Это тоже очередной эксперимент украинского комедий. Мы решили выйти на большую сцену, в большой зал. И сделать уже большой концерт, увеличивать им аудиторию. Потому что, в принципе, и подростки, и взрослые люди тоже хотели бы попасть на наш концерт. А в клуб, в концерт-холл им не всегда удобно и комфортно ходить. Поэтому, я так думаю, что это прекрасная возможность посетить всем желающим концерт украинского комедий. И посмотреть, что же происходит на наших вечеринках и концертах. Поэтому, еще раз, ждем, ждем завтра всех желающих. Возможности есть такая. Можно даже приходить с детьми. Да-да, именно с детьми на украинской комедии. Мы постараемся все-таки, чтобы юмор был острый, но мягкий. В новом проекте будут новые лица или уже известные участники комедии. Да, на данный момент в нашем завтрашнем концерте уже зафиксировано больше 15 участников. Это только юмористов. Из них знакомые уже всем по комедии, по другим юмористическим проектам лица. Будут Арсен Мирзаян, Андрей Бурым, Александр Столивар. Дуэт спортивный, дуэт «Отдыхаем вместе». Другие дуэты будут стендаперы, комики, монологи, музыкальные пародии. То есть очень разнообразный концерт, но будут и звездные гости. Звездные гости, которые подарят зрителям свое музыкальное творчество. Будет у нас завтра несколько премьер и клипов, и песен от наших гостей, от наших проектов. Сразу открою тайну, что будет премьера клипа и премьера нового проекта «Лиля Киш». Одна из участниц нашей группы, женской группы «Бегуди шоу». Завтра мы покажем новое творение и, собственно, новый проект «Лиля Киш». Также будут премьеры клипов и от наших звездных гостей. Дядя Жара, почему сохранили прежние названия шоу? Ну, я бы не согласился, но названия не прежние, потому что прежние был проект «Камеди Клаб Украина». В нашем случае наш проект получил название другое немножко «Украинский Камеди». Новый украинский Камеди. Два разных названия, хоть и слово «Камеди» немножко созвучно здесь, но в данном случае мы рассматриваем «Камеди» как формат «Стендап Камеди». Вот, поэтому считаем, что это новый проект с старым форматом, форматом юмора. Так, идем дальше. Планируете ли запуск телеверсии концерта? Да, конечно, планируем. В принципе, это основная цель нашего проекта – сделать телеверсию и выйти в телеэфир, как телепрограмма. Концерты – это, скажем, такая генеральная репетиция перед телевизионной ступенькой. Но на данный момент мы активно ведем переговоры с телеканалами, пытаемся предлагать наш проект. Ну, я думаю, что в ближайшее время все-таки получится сделать так, чтобы «Украинский Камеди» стал телевизионным.